Высокая планка Путин обозначил ключевые задачи для развития экономики России. 21 февраля 2019 года, полночь 39. Владимир Цыгоев, Михаил Калмацкий. Уже в начале 2020 года российские власти подведут первые итоги выполнения национальных проектов. Об этом в ходе традиционного послания Федеральному собранию завел президент Владимир Путин. По его словам, одним из приоритетных направлений для руководства страны в ближайшие годы должна стать поддержка семей за счет увеличения пособий и внедрения новых льгот. Кроме того, власти по-прежнему рассчитывают выйти на темпы роста ВВП выше 3% к 2021 году. Для этого, в частности, необходимо возвращение инфляции к уровню 4%, увеличение инвестиций в экономику, развитие цифровизации, а также снижение нагрузки на бизнес и сокращение числа бедных. Какие новые меры для реализации нацпроектов озвучил глава государства в материале. В среду, 20 февраля, Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Основную часть своего ежегодного обращения президент посвятил выполнению задач майского указа. Как пояснил глава государства, период формирования инструментов для достижения цели пройден, и первые итоги реализации нацпроектов можно будет увидеть уже в начале 2020 года. В ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам и сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти, отметил Путин. По словам президента, ключевой задачей на ближайшие годы должно стать сбережение народа через поддержку семей. В частности, с 1 января 2020 года планируется поднять планку дохода, ниже которой семьи могут получать пособия на первого и второго ребенка, с полутора до двух прожиточных минимумов на человека. Помимо этого уже с 1 июля 2019 года пособия по уходу за детьми с инвалидностью вырастут с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Более того, многодетные семьи смогут получить льготу из федерального бюджета для погашения ипотеки в размере 450 тысяч рублей. Владимир Путин предложил запустить соответствующую меру задним числом с 1 января 2019 года и провести необходимые перерасчеты. По его словам, в текущем году на выполнение задачи планируется затратить 26,2 миллиарда рублей, в 2020 – 28,6 миллиарда, а в 2021 – 30,1 миллиарда. При этом в общей сложности программа льготной ипотеки для семей с детьми сможет охватить 600 тысяч семей. Также по теме совместный платеж, почему в Госдуме решили снизить ипотечную нагрузку для должников Государственная Дума приняла закон, предусматривающий изменение условий взимания штрафных сборов с должников по ипотеке. Согласна. Президент также поручил ЦБ и правительству разработать дополнительные инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства и предложил ввести ипотечные каникулы для лишившихся дохода граждан. Напомним, законопроект об ипотечных каникулах в настоящее время готовится к внесению в Госдуму. Документ предполагает, что получатель ипотеки, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет обратиться в банк с просьбой отсрочить платежи по кредиту. Для этого необходимо, чтобы сумма займа не превышала 10 миллионов рублей, а с момента оформления ипотеки прошло больше года. При этом на отсрочку могут претендовать лишь семьи, чей среднемесячный совокупный доход за последние три месяца сократился не менее чем на 30% по сравнению с доходом на момент заключения ипотечного договора. Как ранее заявил вице-премьер России Виталий Мутко, законопроект об ипотечных каникулах может быть принят уже весной 2019 года. В целом, согласно заявлению Владимира Путина, в условиях наблюдаемой сегодня сложной и демографической ситуации предложенный пакет мер позволит возобновить естественный прирост населения уже в 2023-2024 годах. Плановое ускорение Важной темой выступления президента стало ускорение темпов роста российской экономики в ближайшие годы. Напомним, по данным Минэкономразвития, в 2018 году ВВП страны вырос на 2,3%, а в 2019, согласно прогнозу ведомства, соответствующее значение снизится до 1,3%. Вместе с тем, как подчеркнул Владимир Путин, уже в 2021 году этот показатель должен превысить 3%, а в дальнейшем, опережать среднемировые уровни. Также по теме запас прочности, почему внешний долг России сократился до минимума за 10 лет. В 2018 году внешний долг России сократился на 12,4%, до 453,7 миллиарда долларов, самого низкого значения за последние 10 лет. Эксперты связывают Приоритетной задачей для правительства и ЦБ президент назвал возвращение инфляции к целевой отметке 4%. Как ранее заявляла глава Центробанка Эльвира Набиулина, рост потребительских цен в России может максимально ускориться в марте-апреле, до 5,5-6%, и после этого начнет замедляться. Согласно прогнозу регулятора, по итогам 2019 года значение может составить 5,5% и уже в начале 2020 достигнет целевого уровня. Одной из сильных сторон российской экономики Владимир Путин назвал наличие мощной финансовой подушки безопасности. Так, по его словам, впервые в истории резервы страны полностью покрывают внешний долг. Напомним, согласно материалам ЦБ, в 2018 году объем международных резервов Банка России составил 468,5 миллиарда долларов. При этом уровень внешнего долга достиг отметки 453,7 миллиарда долларов. Сложившаяся ситуация говорит о том, что внешний долг у нас обеспечен. Причем стоит отметить, что сейчас 20% от наших резервов приходится на золото. Это означает, что мы платежеспособны, и если вдруг от нас неожиданно потребуют досрочного погашения долга, то у нас будут средства для выплаты. Важно, что мы независимы от кредиторов, объяснила в беседе С.А.Т. заместитель директора информационно-аналитического центра Альпарин Наталья Мельчакова. По словам Владимира Путина, рост объема инвестиций в экономику страны в 2020 году должен увеличиться на 6-7%. Как подчеркнул президент, именно этот показатель станет важной оценкой работы правительства. Более того, глава государства потребовал от Центробанка и правоохранительных органов навести порядок на рынке микрокредитования. Причиной такого решения, по его словам, является необходимость оградить население от действий недобросовестных кредиторов. Также по теме поставки без энергии, с чем связан рост несырьевого экспорта России. По итогам прошлого года вклад российского несырьевого экспорта в ВВП страны увеличился на 2% пункта, при этом сам прирост. Как отметил президент, для решения системных проблем в экономике нужно обеспечить опережающий рост производительности труда. Во многом этого можно добиться за счет новых технологий, цифровизации, формирования конкурентноспособных отраслей и увеличения несырьевого экспорта страны. Как ранее рассказал А.Т., глава российского экспортного центра Андрей Слепнев, в 2018 году российские анеэнергетические поставки выросли на 12%, до 150 миллиардов долларов. Причем, по его словам, уже в 2019-м это значение увеличится до 160 миллиардов долларов. Более того, в своем послании президент России распорядился принять в 2019 году генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики. В частности, речь идет о совершенствовании сетей телекоммуникаций, а также мощности по хранению и обработке данных. Задача ближайших лет – организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5Г, пояснил глава государства. Снижение нагрузки. Отдельное внимание Владимир Путин уделил вопросам развития бизнеса в России. В частности, он призвал отказаться от барьеров, ограничивающих деятельность предпринимателей, а также распорядился прекратить деятельность старых нормативных актов в сфере контроля и надзора. «Давайте действительно подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действия всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственных региональных приказов, письма и инструкций», – предложил президент. Как отметил российский лидер, за два года необходимо обновить нормативную базу и оставить только те документы, которые отвечают современным требованиям. Россия во многом правоприемник нормативно-правовой базы Советского Союза. За 100 лет существования СССР, а потом Российской Федерации накопилось очень много требований к бизнесу. Некоторые из них почти 100 лет недавности, но при контроле и надзоре бизнес обязан их соблюдать. «Различного рода требований больше миллиона, и знать их все просто невозможно», – отметил в беседе С.А.Т. Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, обновление нормативной базы позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также сократить затраты времени и средств предпринимателей на соблюдение требований контроля и надзора. Социальный контракт В послании Федеральному собранию Владимир Путин также сосредоточил внимание участников встречи на мерах по преодолению бедности. В качестве одного из решений этой проблемы президент предложил ввести программу социальных контрактов. Механизм предполагает государственную помощь гражданам в трудоустройстве, повышении квалификации, а также предоставление семьям необходимых финансовых средств на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Как отметил президент, с 2000 года число граждан в стране, проживающих за чертой бедности, сократилось с 40 миллионов до 19 миллионов человек. При этом, по оценке главы государства, в течение следующих пяти лет предложенные социальные контракты смогут заключить более 9 миллионов россиян. Также по теме основные тезисы 15-го обращения Владимира Путина к Федеральному собранию Владимир Путин в 15-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. В ежегодном обращении президент России уделил особое внимание. Глава государства также отметил, что зарплаты бюджетников не должны опускаться ниже среднего уровня по регионам. Более того, президент заявил о необходимости продолжать индексацию пенсии и дополнительных выплат, даже если доход пенсионера превысил прожиточный минимум. В результате Путин распорядился пересчитать и доплатить суммы, которые граждане недополучили с начала 2019 года. В своем обращении президент также рассказал и о мерах в рамках выполнения нацпроектов в таких сферах, как здравоохранение и образование. В частности, в течение следующих шести лет на борьбу с онкологией будет направлено порядка одного ТРЛН рублей. При этом за три года необходимо будет усовершенствовать цифровизацию российской медицины, а до конца 2020 года сделать медпомощь доступной во всех регионах страны. В области образования Владимир Путин поручил обеспечить все российские школы высокоскоростным интернетом до конца 2021 года. Кроме того, президент предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель». При переезде в села и малые города страны учителя будут получать единовременную выплату в размере 1 миллион рублей.